Часть третья. 6-7 апреля. Игра в кошки-мышки. Из всех командиров один только Узи Наркис, возможно, понимал, что происходит в Кастеле. В ночь на 6 апреля он запросил бомбардировку сосредоточения арабских сил. Цитата. Положение в Кастеле тяжелое. Нам не удержаться без помощи самолета. В 4.30 легкий самолет сбросил несколько бомб. Возможно, они имели определенный психологический эффект. Тем временем арабские силы продолжали стекаться в район сражения. Наблюдательные посты в Иерусалиме докладывали, что через Эйнкарем движутся пушки и масса вооруженных арабов. Пушки не были применены в боях за Кастель. Ицкак Ливи, начальник разведки Иерусалима, пришел к правильному выводу, что арабы собирают силы для решающей атаки на Кастель. Но Шалтиэль полагал, что их целью будут Моца или Арза в качестве мести за взятие Кастеля. Позиции Мизрахи и Боаз уже были оставлены. Теперь пришел черед каменоломни. Атака началась 6 апреля в 5.00. К каменоломню защищали бойцы Хаганы, отступившие туда с позиции Боаз. Пальмахники отошли в Кастель. На помощь им прибыло подразделение пальмаха из Иерусалима. Кальман Розенблат В Арзе мы получили приказ подняться на холм, Кастель, и забрать раненых. Там был балаган. Бойцы Хаганы были в смятении. Они не стреляли. Мы продвигались под огнем. Шел дождь. Подобрали трупы. Не все. Собрали их в стражевую башню, в подвальную комнату. Мы укрепились в башне. В бинокль были видны массы арабов. Они собирались атаковать нас. Мы вели огонь из винтовок и брена. Легкий пулемет. Сотни арабов атаковали нас. Мы думали, что это конец. Мы сидели в башне, тринадцать человек, и плакались, что делать в такой ловушке. Решили дождаться ночи, оставить убитых и убраться. Мы все боялись, но верили, что нас не забудут. Мы знали, что отделение пальмаха не оставят на произвол судьбы. Потом пришел броневик. Мы побросали туда тела убитых, вернулись в Арзу, и оттуда обратно в Иерусалим. Конец цитаты. К сожалению, такой надежды не было у бойцов Хаганы. Они, не сменяя, свели бой с пятого числа, некоторые с третьего. В двенадцать сорок пять по приказу каменоломня была оставлена. За четыре часа до этого Зореа обратился к Табенкину за помощью. «Если не прибудет подкрепление, конец!» Табенкин не ответил. Зореа поехал к нему в Маалега Хамиша, но не нашел его. Табенкин уехал в Иерусалим навстречу с Шалтиэлем. Михаэль Хафт, заместитель Зореа, сам в прошлом пальмахник, нашел Табенкина по телефону. «Защитники Кастеля засыпают под огнем. Если не придет подкрепление, будет катастрофа!» Табенкин. «Почему бы людям из Арзы не заменить бойцов Кастеля?» Хафт. «Бойцы в Арзе и в Моце не имеют опыта. Оружие есть только у одного отделения из двух. Они дежурят поочередно!» Конец цитаты. Михаэль Гур, связист штаба Табенкина, подтверждает, что был получен приказ Ядина выделить отделение для Кастеля и что исполнение приказа было отложено. В 12.45 Табенкин сообщил в штаб Эциони, что он посылает отделение в помощь Зореа и что Эциони должен прислать броневики в Кирья-Танавим, чтобы перевезти его. В 16.20 в Арзу пришли два броневика и на них отделение в 14 человек. Их оставили в Арзе и броневики продолжили путь в Кирья-Танавим. Там они прождали два часа и вернулись в Арзу без пальмахников. После телефонных бесед в 19.00 броневики снова отправились в Кирья-Танавим и через час вернулись, снова пустые. Только в час 30 ночи на 7 апреля они привезли 30 человек под командованием Якова Эциона. Вот его рассказ. Днем мы патрулировали вокруг Кирья-Танавим. Ничего особенного. Ночью меня вызвал Йоселе Табенкин и сказал, «В Арзе сидит командир Хаганы и мутит мозги, просит подкрепления, выслушай его и иди спать». Я поехал туда и встретил Зореа. Он начал рассказывать мне, что творится слева и справа, с юга и с севера. У меня слепались глаза. Я падал от усталости. Я говорю ему, «Посмотрим завтра утром. Сейчас мы устали и идем спать». «Нет», — говорит он. Я говорю, «Мои люди слишком устали, ни на что не способны». Они действительно попадали на кровать и заснули в ботинках и прочее. Я продолжал говорить Зореа. Он хотел еще одно отделение, чтобы расширить оборону. Мы в Пальмахе не видели значения в удержании территории, и я не вполне понимал, чего он хочет. Утром пришли броневики и взяли нас назад в Кирья-Тановим. В Арзим мы не делали абсолютно ничего». Конец цитаты. Зореа в докладе шал Теэлю. Пальмах обещал роту. Занял наши броневики на четыре часа и в конце концов прислал отделение, которое не выполняет приказов. Конец цитаты. 6-7 апреля. На линии огня. Тем временем продолжались арабские атаки. После падения каменоломни в еврейских руках остались две главных позиции. Деревня Кастель с домом Мухтара в центре и гробница шейха. Мы помним, что отделение Пальмаха отступило в деревню. Его командир доложил Табенкину, что люди очень устали. Табенкин послал взвод Ильягу Шахар сменить отделение и взять в свои руки оборону деревни. Шахар. Цитата. Под огнем мы добрались до штаба Газита. Я здесь от имени Йоселе Табенкина. Он принял командование над сектором. Я прислан принять командование над всеми бойцами и подготовить деревню к обороне. Конец цитаты. Газит связался с Шалтиэлем. Что нам делать? Я слышал, как Табенкин и Шалтиэль припираются по телефону. Кто из них здесь командир? В итоге Табенкин приказал мне оставить взвод на смену Арану и вернуться в Кирьят-Анавим с двумя взводами. Конец цитаты. Пока что пальмахники уже участвовали в бою. Моше Кацнельсон. Шахар вернулся и сказал. Командир Хаганы мутит мозги. В Кастеле не нужно столько бойцов. Оставим здесь одно отделение с двумя бренами. Все остальные в Кирьят-Анавим. Командир отделения Мейр-Эльдад. Мы получили приказ из батальона вернуть в Кирьят-Анавим мое отделение. Нам было трудно понять этот приказ. Мы видели, что арабы атакуют Кастель. С тяжелым сердцем мы вернулись в Кирьят-Анавим. Конец цитаты. Бойцы Хаганы увидели своими глазами, что усталого сменяют только если он пальмахник. Они поняли, что в высоких штабах, в кавычках, ими не интересуются. Свежий взвод пальмаха занял позицию у могилы шейха. Моше Кацнельсон. Бойцы Хаганы на позиции были истощены душевно еще больше, чем физически. Радиосвязи не было. Со штабом мы связывались криками. Это обстоятельство станет решающим для судьбы Кастеля. Между тем радиоаппарат имелся, но он принадлежал отделению, которое отошло Варзу. Связист Нафтали Харель пошел в Кастель забирать аппарат. По дороге никто не задержал его. Я вошел в штаб. Все спят. Я мог бы перебить всех. Я понял, что эти люди не выдержат серьезной атаки. Конец цитаты. Агентура и наблюдение подтверждали. Приближается решительная атака на Кастель. 6 апреля в 2015 Ядин послал телеграмму Авидану. Необходимо удержать Кастель и Моцу. Сосредоточить силы, подчиненные Нахшону. Выполнять неукоснительно. Одна только оборона бесполезна. Необходим пальмах. Нанести этой ночью удар по базам и уничтожить врага. Авидан ответил. Согласен с твоим мнением. Дай указания. Ядин не дал указаний. Авидан не проявил инициативы. Надежды защитников Кастеля на Табенкина не оправдались. За весь день 6 апреля он всего лишь сменил один взвод пальмаха. Положение на Кастеле стало крайне тяжелым. Доклад в Иерусалим. Боеприпасов достаточно. Люди устали. Нет укреплений. Противник окапывается. Необходимо сменить людей. Офицер разведки добавил к докладу. Пора всерьез подключить к делу пальмах. Не на правах частной армии. 7 апреля Ядин послал Авидану телеграмму. Уделить Кастелю максимальное внимание. Здесь центр Нахшона на ближайшие дни. Авидан не выполнил указаний. Он остался верен изначальному определению операции. Обеспечить конвой грузовиков на пути в Иерусалим и обратно. Он даже не понял, что будет невозможно вернуть конвой, не выиграв сражение за Кастель. Ядин узнал, что его указания не выполняются. Видимо, он понял, что невозможно продолжать географический балаган, в кавычках, зон ответственности, и отдал приказ перевести район Кастеля в зону Нахшона, Табенкина, 7 апреля 21.00. Было бы естественным, чтобы Табенкин своими глазами увидел обстановку в Кастеле. Был ли он там? Табенкин рассказывает, что вечером 7 апреля он привез из Иерусалима в Кастель еду и боеприпасы и беседовал с газитом, который командовал обороной деревни. Газит и его заместитель Салман утверждают, что не видели Табенкина на Кастеле. В 1985 году автор пытался выяснить у Табенкина, с кем еще он встречался, кто был его водителем, кто сопровождал его. Табенкин не смог ответить на эти вопросы. Всего неделю назад в бою у Хульды Табенкин растерялся под огнем противника и не функционировал в качестве командира. Сектором, который был отведен ему в операции Накшон, он командовал из штаба в Кирья Танавим. 7 апреля в 22.00 арабы атаковали Кастель и после рукопашных боев захватили несколько домов. К трем часам ночи атакующие подошли к штабу Хаганы на расстояние броска гранаты. В эту ночь в деревне Кастель произошла драма, почти случайное событие. Оно изменило ход войны за независимость в пользу евреев, но для защитников Кастеля это означало катастрофу. В ночь на 8 апреля погиб Абд-эль-Кадер-эль-Хусейни.